Приветствую вас. Для того, чтобы ответить вам на ваш вопрос, необходимо для начала определить, по какой причине вы расстались. По какой причине вы расстались со своей девочкой, то есть она вас бросила, вот именно тот факт, что она бросила вас, нужно рассмотреть повнимательнее, да, то есть из-за чего вы расстались, из-за чего она вас бросила. Вот. А дальше вы как бы считаете, что забили на отношения, вы просто с ней взаимодействовали, вам было в общем неплохо, но недавно вы предложили опять ей встречаться, предложили ей отношения. И здесь очень важно понять, что именно подтолкнуло вас к тому, чтобы предложить девочке отношения. Ну, то есть не просто же так. Не просто же так вы предложили ей это, предложили ей отношения. Я думаю, что не просто так. Я думаю, что у этого были определенные мотивы ваши. То есть либо она вам нравилась все это время, либо вы... Чувствовали, ну, увидели для себя какую-то возможность быть с ней вместе. То есть тут вот тоже нужно разбираться. И она вам отказала ее причины, ну, причины, по которым она отказала, как мне это видится. Да. Эти причины являются надуманными. То есть в данном случае она просто по каким-то моментам в вас не уверена. Такое у меня сложилось впечатление, что она не уверена в вас, не уверена в том, что вы сможете стать для нее подходящей мужчиной. Ну, или может быть соответствующим мужчиной. Вот. И из-за этого она говорит такие вещи, как возраст, да, то, что из-за возраста вы не подходите друг другу. И то, что вам нужна якобы другая девочка. То есть все это, это вот... Не серьезно. Это... Если бы вы не нравились ей, я думаю, что она бы по-другому себя вела. Вам. Я думаю, что она бы... А... Говорила бы... Другие вещи. И она... А... Думаю... А... Никогда бы не сказала, что... А... Ее тянет... К... К... Вот. Ну, по крайней мере, так мне видят. И, соответственно, исходя из этого, исходя из тех моментов, которые я назвал, да, Я думаю, что... Можно... Сделать... Вывод... О том, что она... По... Какой-то причине, просто-напросто... Боится... Отношений... С вами. Вот. Ну, и... Вам... Соответственно... В этой ситуации... А... Ничего другого не остается. Кроме как... А... Ну, сейчас... Постараться... Показать здесь... Что вы... Спередно настроены. Что вы... Хотите... Быть с ней... Что она вам... Интересна. Что вы... Надежный... Мужчина. Вот. Если... Если вы... Хотите с ней быть, то... Это вот... А... Сделать... Мм... Необходимо. Только... А... Через... Подробное... А... Через подобное поведение... А... Можно... Как-то... А... Переубедить ее... В том... Что... Вы друг другу не подходите. Вот. Это... А... То, что я... Могу сказать... Исходя из... Того, что вы... Написали. Да. Соответственно... Соответственно... А... Э... В этой... Ситуации... А... Которой вы... Оказались... А... Вам... Нужно... Ориентироваться... На... Себя... На... То, что... Хотите... Вы... И... И если вы хотите быть, например, с ней, если вы хотите, ну, быть вместе, быть вместе, да, то вам, конечно, нужно предложить усилия по завоеванию и убеждению её в том, что она не права в данной вам характеристики, вот. Ну, естественно, делать это нужно аккуратно, чтобы, во-первых, вы не жертвовали собой, так, вот. Во-вторых, чтобы не было такого, что ей, ну, например, ей это надоедает уже, то есть чтобы не было такого, что вы вторгаетесь в её личное пространство, вот. Ну, и чтобы она видела, что вы делаете это искренне, что вы действительно хотите делать для неё то, что, ну, то, что делаете, скажем так, да. Вот. И если вы будете поступать таким образом, то я полагаю, что шансов у вас будет гораздо больше. Вот. Ну, опять же, если, если вы будете навязываться ей, если вы будете надоедать ей, то, ну, ничего хорошего из этого не получится. Как минимум она просто решит от вас отдалиться. Вот. Вот. Вот это то, что, что я могу вам сказать, исходя из того, что вы, значит, написали. Надеюсь, что это было полезно для вас, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вы извлекли для себя что-то полезное. Вот. Вот. Из моего ответа. И постарайтесь это применить. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.